следующий вопрос а салам алейкум брат курбан я слышал одно утверждение одно убеждение что если читаешь коран и не знаешь его перевода то от простого чтения не зная смысла того что читаешь награды нет правда ли это то есть брат спрашивает о том если награда и польза в том чтобы читать коран не понимая его не понимая арабский язык не понимая священный коран отвечая на этот вопрос необходимо заметить что у каждого из вещей есть своя награда то есть учтение у простого чтения есть своя награда у понимания есть своя награда у того чтобы понять священный коран исследовать и жить по священному Корану, есть своя награда, отдельная. И эти награды отдельны друг от друга, они не связаны друг с другом. То есть человек может получить награду исключительно за понимание. Человек может получить награду за то, что он действует по священному Корану. Но также человек получает награду за простое чтение священного Корана, даже если он не понимает его, и даже если он не следует и не действует по священному Корану, по указаниям священного Корана. Почему? Конечно же, те люди, которые говорят, что у простого чтения нет пользы, необходимо понимать или необходимо действовать согласно священному Корану, эти люди, как правило, сравнивают священный Коран с трудами людей, с трудами Льва Толстого, или Эйнштейна, или каких-то других писателей и учёных. Но они забывают о том, что священный Коран — это слово Всевышнего, это является светом для человечества. И светом священный Коран является со всех сторон и во всех смыслах, как его смысл, как поверхностный, так и глубинный смысл священного Корана. Также и звучание священного Корана наставляет и освящает сердце человека светом. И звучание священного Корана является светом. Нуром является звучание священного Корана. И поэтому мы, обратите внимание, в усули Кафи до нас дошло надёжное предание от его светлости имама Саады Галей Саалатова Салам, что его светлость сказал следующее, «Имама Саады Галей Саалатова Салам говорит, что если человек услышит всего лишь одну букву из священного Корана, но не сам прочтёт эту букву, а просто услышит, кто-то другой прочитает эту букву, он сам её не прочитает, то ему запишется одно благодеяние. Поэтому звучание священного Корана также является наставлением, также наставляет человека. Звучание священного Корана также является светом, и за это также полагается просто за то, чтобы слышать священный Коран, или просто за то, чтобы произносить его, человеку полагается награда. Конечно же, при этом необходимо подчеркнуть и отметить, что награда за понимание священного Корана намного выше, намного больше, чем простое чтение. И точно так же, как жизнь по священному Корану, действовать по священному Корану имеет намного более высшую награду, чем понимание, знание священного Корана. То есть тот, кто живёт и действует по священному Корану, он получает намного больше награды, чем тот, кто понимает священный Коран. Точно так же, как тот, кто понимает священный Коран, получает больше награды, чем тот, кто читает его, но не понимает. В любом случае, так или иначе, обязанностью человека, мусульманина, является то, чтобы он проводил время со священным Кораном, уделял время священному Корану, понимает его он или не понимает. И, конечно же, если он не понимает, то стремился к тому, чтобы понять Священный Коран. И, поняв, стремился к тому, чтобы жить и действовать согласно Священному Корану. Поэтому, дорогие братья и сёстры, у чтения — своя награда, у понимания — своя награда, у действования, согласно Священному Корану, у жизни, основанной на Священном Коране — своя награда.